ну что привет интернет сегодня у нас от чеснока лично я жду очень много положительных эмоций интересной информации потому что вообще какая у нас задача в чесноках я мне так повезло мне очень много прикольных всяких знакомых интересных интересных таких вот эти а вот в случае соли это интересно интересно вдруг кто не знает ольга агапова на сегодня меня перед программой спросили чем писать я его слушаю сейчас вот час поговорим только тогда станет подпись на какую делать кто ты 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 очень много ты прям человек пароход у нас давай потихонечку начнем говорить с тобой о тех висях вот я знаю ты очень сильный было издатель он была или сейчас еще есть но в чем было нет сейчас есть еще ну тебя это с какой точки зрения с точки зрения издательского бизнеса в казахстане на судьбу моих журналов и то и то давай поговорим потому что журнал это они как бы знаковые то есть вот это вообще допустим вот вторая академия стиля он может быть не такой распространенный но он для своей отрасли он был уникален то есть я не знаю все парикмахеры алматы алматинской области или страны 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 и понимаешь страны и вот вот маленькая девушка вот это все сделала то есть сейчас вообще создательским этим вот всегда глянец умер там глянец слав на самом деле умирает потому что глянец перестал быть источником информации для читателей кенгуру мы выпустили в 2001 году а в этом году весной мы его закрыли то есть через 14 лет после существования журнала я его была вынуждена закрыть потому что начали падать сильно тиражи начали отказываться рекламодатели потому что стало неинтересно беременной женщине какой смысл ждать месяц до выхода следующего номера журнала чтобы прочитать про молочницу зашла в интернет в google набрала и получила информацию тогда когда она хочет ее получить кенгуру мы вы перевели в электронный формат то есть сейчас портал мы его раскручиваем потом планшетная версия года три назад академка немножко другой проект уже профессиональный власть узко специализированный то есть только для индустрии красоты вот он живее всех живых вот ему сейчас в этом году ему 11 лет отметили то есть академка все хорошо что касается в принципе глянца и в принципе печатных сми мне кажется что уже близок тот момент когда их прям уже совсем не будет об этом начали говорить а еще пять лет назад но ты знаешь я недавно был вот читаю шел по мира и вот попал на эту раскладку знаешь мать моя тут то есть там этих журналов их как было там 1500 штук да там и причем ценники там какие-то квадратные там две тысячи пять тысяч журнал глянцы я был немножко в шоке вот эти деньги спросил вы сушки с газетами чего она ведь но а это в золотом квадрате же но наши еще читаем дальше вот она интересно сказала с каким-то таким флером непонятно так и не понял она пошутила над ними нет печатные сми еще какое-то время проживут потому что есть люди но то есть мы знаем да что люди там делятся на два типа есть люди физической вселенной и люди виртуальной вселенной вот пока есть люди физической вселенной которым необходимо иметь тактильное ощущение это люди которые не могут читать с айпадов с мониторов электронные книги то есть им важно чувствовать вещи то тогда конечно какая-то периодика оставит останется но сейчас идет очень активное замещение вот именно на виртуальщиков когда людям с экрана с монитора текст воспринимается гораздо проще вот ты например когда большой документ по электронной почте получаешь ты что делаешь первым делом а есть люди которые физической вселенной они нажимают кнопку распечатать берут листочек и начинают читать его с листочка вот для такой аудитории еще какая-то пресса сохранится но и все меньше меньше и меньше и потом еще скорой же доставки информации сейчас выходит на первое на первое место одно дело я получил информацию по щелчку а другое дело я месяц жду когда выйдет следующий номер журнала то есть вы же выживут те сми которые узкнул на первого во первых узко специализирован как академка да к примеру а второе это когда они остановятся первоисточником информации какой-то уникальный контент но держать его вот например в таких журналах которые имеют отношение какой-то вот общая проблема но так вот знаешь чтобы не сильно мелочиться вот как бы вот так вот до кризисный ценник вот допустим вот редакция кенгуру да ну сейчас тем более это 3-4 миллиона вниз это тут по какому курсу потому что сейчас мы закончили его выпускать в марте когда курс был да ну это 20-25 тысяч долларов это в месяц да это стоит держать журнал но вот я почему-то многим сигналю что это не дешево у нас еще проблема издательского рынка в свое время была помнишь был вот этот период когда у нас там каждый месяц появлялся появлялся новый журнал да ибо рынок поломался в каком плане во-первых по по рекламодателю стали более недоверчиво относиться к новым проектам потому что журналы однодневки а почему так происходило потому что к примеру там у кого-то есть 10-15 тысяч долларов все я хочу быть издателем я буду издавать журнал месяц-два журнал закрывается месяц-два журнал закрывается то есть академка у нас была убыточной первые три года благодаря тому чтобы мы как бы был успешный кенгуру таким образом и компенсировали затраты на академку но три года каждый день я думала оставлять журнал или не оставляю кенгуру общие уникальный проект я считаю что он какой-то знаешь такой кармический потому что он с первого номера пошел ну как бы с полюсовым показателем несмотря на то что тогда 2001 год темографический спад страна еще не пришла в себя никто еще не понимает что к чему даже не тема благостная там был как раз тот момент когда была потребность в информации но не было источника понимаешь интернета тогда еще не было помнишь наш этот проект я не знаю помнишь ты его этот газета kit по большому счету да в чем в чем ее ну вообще суть то есть мы брали юмористические ресурсы с интернета вы делали качественную отборку и публиковали всего ничего то есть это фактически был юмористический дайджест но какой популярностью он пользовался потому что люди например в крупных организациях куда мы не заносили большое количество экземпляров делали ксерокопии растаскивали по отделу а в сайт это получается дальше уже не сильно заморочилась да то есть ты как бы вот в издательском деле отработав а ну а вообще вот какие-то знаешь еще наблюдения интересные вот по издательскому делу ну вот например а какой уровень у нас журналистики да вот в глянце вот условно говоря то есть вот какими какие-то вот твои яркие значит такие какие-то вещи вот вот 10 лет спустя да ну ты вот издатель ты прям серьезный издавала республиканского да как бы размера там журналы причем реально востребованы что я помню что вот кенгуру там пропечатался вот беременный там ну все по моему там селебритис они были так или иначе обложка на обложку у нас многие ходили по городу то есть это такой был проект прям он хорошо зарабатывал вот какие еще краски знаешь вот создательского вот у тебя вот он какие то может быть я не знаю любопытные вещи потому что сейчас ведь не понятно что на рынке творится да и вот сейчас допустим все вот это все команды вот эти глянцевые они ушли в сайты но сайты там там соя специфика есть бешеная то есть там надо пять материала в день да то есть а как это там даже не сколько скорость сколько там у интернет-порталов у них в другом специфика там информация должна быть подана по-другому потому что мы понимаем что если человек сидит на сайте отвлечь и увести его сайта это да во первых много читать не будет во вторых у него рассеянное внимание другое дело когда человек сидит журналом то есть все все его внимание посвящено тебе поэтому я не хотелось бы сейчас как бы делать оценку рынка я не могу не могу себя назвать экспертом сказать что-то про те команды которые сейчас выпустились понимаешь есть хороший журналист есть плохие есть хорошие редактора есть плохие редактора школы ну школа журналистики на самом деле в казахстане хорошая но это же журналистика это талант есть люди которые не журналисты по образованию но не так словом владеют понимаю что просто привязываю тот к примеру сейчас сколько звезд в фейсбуке открылась который не имеет никакого отношения к журналистике ну вот за справедливости ради то есть фейсбуке много букв вообще никто не пишет и никто не читает самое главное очень сейчас если просматривать вот отсмотреть селебритис вот фейсбука да на самом деле пишущих селебритис я думаю где-то половина а половина это успешные комментаторы вот если хорошенько потому что они просто вот такой абзац пишут а вот новость а дальше интересно читать комменты то есть сам пост он там потом на ветке вообще куда-то это заруливает сколько таких случаев было вообще не того с чего начали то есть фейсбуке просто очень много интересных людей он открыл то есть тут я с тобой абсолютно согласен на пике в 2005 году у тебя было агентство рекламное оно же тоже сейчас 98 года оно есть до сих пор существует 98 года ты занималась рекламой я помню что на пике когда в системе достархан было 17 ресторанов вот ты мой любимый клиент древность утащила всю систему достархан то есть вот на самом деле все вот крутые его тропика в свое время живуике я никогда не забуду этот слоган наш там из издалека легенда веков у меня вот это вот как гравировка прошла то есть а ну в свое время это был вообще набор ванда то есть это был тренд и ты была мы достархан был лидером до отрасли однозначно а что сейчас вообще с рекламы реклама схлопывается потихонечку но как реклама это маркер рынка если рынок страдает то естественно страдает реклама и маркетинг тем более ты же знаешь да как у нас в стране относятся к рекламному бюджету если например там на западе рекламный бюджет это такой же бюджет как например бюджет на закуп сырья то есть он неприкасаемый то в нашей стране рекламный телефон перевернувший все время на него зачем-то смотрю смс кто-то пишет слава не смотри на мой телефон так вот у нас же в стране рик бюджет на рекламу и на маркетинг это к его как расценивают как резервный фонд то есть ли где-то что-то на что-то начинает не хватать подорожало сырье не хватает такой-то суммы откуда возьмем с рекламы с маркетинга урезали бюджет перекроили рекламную кампанию и дальше-дальше-дальше пока она не дошла до нуля в шоке да вот я же тоже там по рынку там которые это знаешь вот берут объект там я не знаю засаживают туда там 20-30 миллионов долларов вообще абсолютно квадратный день много это денег да и выделяют три тысячи долларов на рекламу в интернете ну сто тысяч на пять лет но это примерно то же самое то есть я вот и вроде же люди да вот абсолютно адекватные ну писать что там такой такой огромный проект все же сделать все круто все работают чуть-чуть оставьте пять процентов каких-нибудь там я не знаю там полтора ну ну что же за 7 то там уже ну говорить о том что поменяется к этому отношения или не поменяется то есть достаточно сложно то есть я даже не могу предположить вообще как начнут у нас к рекламе к маркетингу относиться под рукой а вот еще если разобрать стандартные инструменты сейчас вообще какой-то дурдом то есть допустим кубики маги лучше все равно продавать по телеку да ну потому что все что аудитория покрытие большое да но сейчас уже появилось очень много брендов которые на теле в принципе вообще не надо уже их тащить понимаешь то есть сейчас вот появился вот этот интернет что тоже непонятно что с ним делать да потому что ну что с ним делать вот то есть там появились социальные сети появились там селебритис да который там сейчас 20 человек в казнете скажу что вот эта машина 2 ты как думаешь рекламы в интернете эффективны ну ты знаешь да то то есть ее единственно это не один инструмент то есть сейчас самый на мой взгляд эффективный инструмент это google яндекс то есть поисковики если ты в поисковиках набираешь там самый лучший журнал в козе и там нету кенгуру да это плохо то есть вот для тебя плохо чтобы там было там стоит 500 долларов быть надо их платить чтобы там быть да но это очень такая странная комплиментация да вот прямой google потом смотри соц сети но не так как у нас все открыли аккаунты и тупо туда постят там утром чашку кофе до доброго дня вечером значит в обед там бегущую какую-то там женщину до клепард какой-то на ты мне импортный вообще не наш да там там нету даже азиатских листов как в казахстане люди продвигают понимаешь это европейцев пустят вот ну вечером человек такой удачи спокойной ночи котика и ребенка даст собачкой то есть это конечно работать не будет то есть живых аккаунтов коммерческих у нас козе нету сейчас но вот ты бы сейчас как продвигал например банк банк я бы начал играть в открытый футбол вообще надо когда-то произнести вслух да что банк он живет с процентов то есть не надо как тебе сказать это замалчивать да что ну вот у меня банкиры они говорят мы ростовщики понимаешь то есть и в принципе ну где-то это так и есть да я и сегодня у нас в студии был вячеслав неруш который с удовольствием ответил на вопросы ольги агабовой у меня программы понимаешь все говорят когда основной вот ключевой вопрос но я же блин не там журналист телеканала нет человек с опытом без условно многие вещи ты горишь дорогу таки которые интересно слушать мы это будем вырезать не были оставили зачем это интернетный мой мульти блок кто-то пальцами пишет да я снимаю вот такие программы интересных человек я там что-то тоже для себя узнаю это ты чё думаешь сейчас про рынок рекламы че с ним будет так же как вот и совсем я не знаю с одной стороны бешеной скорости вот я привожу этот пример но он знаком что гангам стайл гангам стайл он полыхнул по планете там охват 5 миллиардов человек за месяц прикинь какие-то там какой там теле пришел представьтесь какие-то идеи интересные вещи есть же вирусы которые набирают по 5 миллионов там просмотров вот ты сейчас вот давай мы сейчас наконец-то на первое место выходит идея и реклама может быть дешевой все по-честному да вообще ты с него вот на трясущийся телефон понимаешь там на там на любого качества но если там что-то так вот рынок рекламы в казахстане еще схлопнется потому что у нас в рекламодателях достаточно сильно живо ощущение о том что реклама это очень дорого потому что много-много лет до засилия интернета именно так и было просто вспомни да бюджет 100 тысяч долларов в год это не бюджет куча агентств от него просто напросто отказывались до сих пор без ляма они ничего не хотят делать то есть миллион долларов вот у нас к з чтобы зайти на теле так ну прилично то есть это понятно но сейчас действительно тренды очень как смотри твои вот и сейчас начала кстати давай поговорим о твоем последнем проекте да таком ярком трамадоле ну мы его называем трамадола анти трамадольная компания очень интересная история вдруг кто не знает ольга открыла вместе со своим мужем клинику по лечению и реабилитации при алкогольной наркотической зависимости ты вот мне скажи это как это так то есть согласись достаточно редкое занятие да то есть вот ну журнал открытый чук как-то понятно но это потому что ты привык что он есть уже 14 лет поэтому понятно на самом-то деле не ну вот да а вот тут у тебя просто я знаю интересная история вообще как ты с этим столкнулась будешь рассказывать я думаю что я просто скажу что я столкнулась с тем что проблема есть в казахстане о том ну вернее что проблема наркотизации есть решение в казахстане как такового эффективного нет этим я толкнулась на личном опыте потом появился антон и по большому счету идея открываться в казахстане она была его потому что он профессионал в этой области я только так то подхвате как организатор то есть я по натуре я стартапер у меня любые новые проекты они всегда увлекают вот на самом деле реабилитации при алкоголь наркотической зависимости в казахстане не существовало то есть ей были ну скажем так научной реабилитации то есть у нас достаточно развитые центры но эта кодировка это немножко другое то есть на самом деле любой врач реабилитолог скажет о том что кодировка это не решение то есть кодировка это это крючок страха но представь человек живет в страхе вот он закодил он не пьет но у него есть страх у него есть желание выпить есть понимание что мне нельзя потому что я умру безусловно работает но есть люди которые очень плохо переносит кодировку сильно меняется характер знаешь когда жена приходит лучше бы ты пил потому что человек становится невыносимым был случай пожилого человека закодировали на год здесь я даже не знаю где его кодировали это рассказывал его сын ровно 365 дней он покупал по бутылке водки и отвозил на дачу и складывал их в погреб к моменту окончания кодировки у него в мозгу есть что его на год закодировали моменту окончания кодировки у него в погребе было ровно триста шестьдесят пять бутылок водки понимаешь после этого его еле откачали то есть что такое кодировка кодировка это ну удержание на страхе а на самом деле отказ от чего-либо он должен быть осознанной то есть вот я просто там ну я просто этого не хочу я просто не буду этого делать вот как у нас например там ежи но примера осознанного отказ отказа от многих вещей понимаешь есть целая программа есть работают психологи терапевты консультанты по химической зависимости то есть 12 шаговая программа которая с тридцать девятого года существует во всем мире на которой уже 10 лет успешно работает россия которая вот сейчас только с нашей помощью появилась в казахстане то есть она признана тридцать девятого года она признана самой эффективной на самом деле да в мире вот наш центр по этой программе работает по 12 шаговая большая только проблема что нет специалистов в казахстане там смотри нет есть разные программы то есть по большому счету при ну все зависит от глубины же проблемы то есть есть люди которых которые не потеряли еще социализацию то есть да он видно что он спивается он сам это понимает у него высокая мотивация эту проблему решить тогда он может ходить к нам на амбулаторное лечение то есть он приходит на три часа каждый день занимается по программе и дальше идет на работу и делать свои дела то есть порой даже никто и не знает что он проходит реабилитацию в центре есть люди нет кстати знаешь кстати когда человек принимает свою болезнь потому что зависимость это болезнь ну вот у меня аллергия ну чем не стесняться у нас просто отношение к зависимости как пороку понимаешь алкоголик значит порог значит слабовольный хотя на самом деле да то есть как правило это очень волевые люди но сам механизм болезни устроен таким образом нет ты знаешь там как бы там на самом деле мы можем очень долго об этом говорить и не думал что хватит часа вот потому что зависимость это болезнь если ты относишься к ней как болезни и принимаешь свою болезнь перестанешь перестаешь ее стесняться как ты не стесняешься аллергии ветрянки но над ветрянка поржать можно да вот есть болезни не стесняются есть люди которые не стесняются говорить о том что я зависимый да там я бывший алкоголик там я бывший наркоман вот ты пока мне задавал наводящие вопросы я сбилась смысле и растеклась так бывает нет а там очень просто мы говорили о чем спросил я начала рассказывать что вот эта программа она рассчитана а ты меня спросил какие программы бывают я рассказал тебе про амбулатору про амбулаторную программу но есть бывает такие случаи когда человека надо изолировать от круга общения и от семьи потому что часто бывает так что обстановка в семье невыносимая и она сподвигает его продолжать употребление либо наоборот то есть все родители они к примеру созависимые то есть зависимый не может болеть один то есть рядом с ним всегда есть созависимый то есть это человек который создает ему идеальные условия для его болезни для употребления там жена все прощает звонит на работу когда он запой рассказывает о том что он заболел то есть прикрывает все его как бы ну вот решает его проблемы с точки зрения родителей то же самое то есть вот это проявление созависимости но и представь тот же наркоман ему денег дают ему жить есть где постельное белье чистое вещи ему новые покупают подерж все его проблему решать но почему бы не употреблять но при этом родители требуют чтобы он прекратил употреблять вот мы перестали читать эсэмэски так это свой освобождать начало не сегодня активный до день на самом деле так вот таких людей необходимо изолировать для этого есть два центра реабилитации по максимальной вместимостью по 25 человек то есть выше 25 человек это уже не терапевтический процесс то есть это очень большая группа самом центре реабилитации очень важна атмосфера и люди то есть они живут как бы в таких как бы домашних условиях но при этом постоянно занимаются то есть они проходят индивидуальные занятия они проходят и групповые занятия их не выпускают до того момента пока они не прошли программу вот как только человек закончил программу то есть он выходит из центра и переходит на послечебные на послечебную программу она нужна для того чтобы он получил социализацию потому что представь он жил в семье употреблял там в подъезде друзья наркоманы там аптека продающая травма дозу углом потому вы забрали поместили в закрытый центр реабилитации где люди с точно такими же проблемами да там есть впереди идущие которые уже там поняли что блин надо завязывать на они уже выздоравливают они активно идут по программе то есть после вот этого социума закрытого просто выпустить его в мир в ту же опять в семью в тот же подъезд к тем же друзьям наркоманом и к той же аптеке за углом торгующий нарком ну как бы травма долл страшно поэтому мы его переводим на послечебную программу когда он живет уже дома с теми же родителями с теми же друзьями наркоманами и аптекой за углом но на три часа в день приходит в центр и таким образом получает такую плавную социализацию результативность достаточно высокая но вообще по статистике от статистика общей реабилитации по всем мире такова из 4 процента людей которые могут сами прекратить употребление но это крайне редкий это прям волшебный на мой взгляд случай 40 процентов людей которые не под нет ни 40 евро 20 процентов людей которые не поддаются реабилитации то есть что ни делаем все равно умрет он умрет от вещества рано или поздно остальные реабилитируемые это хороший показатель на самом деле если эффективная программа реабилитации то шансы есть у каждого по-разному то есть мы сейчас хотим как бы в любом случае то есть мы не можем брать мы не можем делать эти центры бесплатными то есть у нас есть квота там 2 3 человек в месяц мы кладем на бесплатной основе но мы очень смотрим и мы выборочно относимся к тому кого положить бесплатно то есть там нужно полное содействие со стороны семьи нужна мотивация хоть какая-то да но чтобы это не только нам было нужно бесплатно его реабилитировать но еще его родителям и ему самому но больше этого количества мы брать не можем потому что у нас в казахстане специалистов нет у нас все кадры они все у нас россия потому что только в россии эта программа на русском языке уже выпустила там какое-то поколение понимаешь терапевтов казахстане мы сейчас их только у нас классические врачи наркологи они же как-то вот же жил целый казахстан без вашей программы до этого то есть вы начали работать если не ошибаюсь год назад ну уже почти два что такое подожди ты немножко путай что такое врач-нарколог врач-нарколог его задача снять острае состояние вот и в запое к примеру то есть его задача тебя из запоя вывести все ну ты знаешь есть куча бабок который кодируют зашептывают водичкой брызгают понимаешь то есть если человек в это верит то есть мы всегда говорим блин все методы хороши идите пробуйте вот когда уже все не поможет но приходите тогда к нам понимаешь потому что есть шаманки и деды которые непонятно где живут понимаешь ну то есть понятно что родители всегда пытаются родители близкие пытаются каким-то образом эту проблему решить и еще и очень большая проблема да во всех нас что мы хотим всегда волшебную таблетку вот не надо мне работать над собой дайте мне таблетку я ее выпью и пить и он или я ему ее там борщ подсыплю и все он завтра проснется не алкоголиком то есть никто не понимает что к его запоем был достаточно длительный путь он же не сразу стал запойным алкоголиком то есть не там не с 15 лет как он в первый раз пиво попробовал да почему-то только в 35 он начал спиваться то есть вот эти 20 лет он к этому шел он к этому шел целенаправленно шел и не может он в 35 лет понимаешь идя к этому 20 лет выпить волшебную таблетку и избавиться от этой проблемы процесс реабилитации он достаточно длительный и он болезненный на самом деле вот прям болезнь на эту твоя задача вывернуться наизнанку потому что пока в тебе вот это все будет сидеть все что толкает тебя к употреблению ты будешь употреблять фактически да да это идет работа над личностью однозначно понимаешь то есть в реабилитации есть несколько периодов ну в несколько этапов то есть первый этап это прохождение сопротивления потому что эта личность приезжает то есть у зависимости как у болезни там два таких ярких симптома 1 это непринятие болезни это отрицание я не алкоголик не наркоман вообще вот вот это вот они алкоголики наркомана я в принципе у меня все под контролем это первое как на приеме у врача я уже вот сижу я за эти второй симптом да который вот у всех он прослеживается это полный отказ от помощи то есть то я алкоголик но я брошу сам и вот на это там я брошу сам конечно отказ от помощи очень многие созависимые близкие родственные как бы там они ведутся на это но уже сказал что сам бросит но подождите вот он сейчас сам бросит а время идет он глубже глубже они ему он врет они ему верят а он тем самым глубже 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 увязает в этой проблеме так вот в любой реабилитации первый этап нужно добиться признание от него чтобы он сам признал что блин да я алкоголик или илья наркоман только после это да то чтобы он проблему признал болезнь и только после этого он способен принять нашу помощь быстро перебежь хороших у меня уже долго перебиваешь нет это молодец но таких мало кстати таки я что хочу сказать смотри а вот сейчас то что вы ходите это кстати какая-то вообще джедайская деятельность потому что ты сама ходишь с этой камерой а вот на последней съемке я видел что это ты по голосу я слышал то есть смотри что ты делаешь ты заходишь в эту аптеку да ну как там обычные люди да кто-то идет покупает вот этот препарат запрещенный до который нельзя продавать из рецепта а ты это все снимаешь хозяйство на камеру а потом начинаешь там приканчивать эту продавщицу да то есть потому что вот это вот последняя съемка который не смотрел там же видно там девочка поплыла совсем то есть она для нее это был полный шок она не знала последняя сейчас просто по последнему видео расскажу потому что сейчас идет его активное обсуждение в интернете это аптека тормодолом торгуют уже очень давно и этот провизор в том числе торгует в этой аптеке очень давно это на самом деле спектакль ну вот ты знаешь нет на самом деле вот и и и вот эмоции когда она вот села там лицо голову рука руками закрыла они были искренне но ты знаешь они в этот момент правильно то есть они настолько долго безнаказанно этим занимались что они просто не имеют вот в тот момент когда ты ловишь их на за руку понимаешь то есть это страх не там это страх за себя прежде всего и эмоция страха да то есть она не переживает за тех которые вот он сейчас выйдет за угол да и у него пойдет передозировка травмодола к примеру она за это не переживает она в данном случае переживает только за себя как мы вообще в эту тему пришли ну мы же занимаемся реабилитации мы в принципе всегда знали что травмодол это у нас синтетический опиоид но представьте по большому счету синтетический героин 5 таблеток травмодола по воздействию на организм сродни дозе героина классно доза героина стоит дорого 5 таблеток травмодола стоят но даже если по ну вот ценам на черном рынке в блистере 10 блистер стоит сейчас 550 600 тенге то есть получается как бы героиновая доза за 300 тенге у каждого подростка в кармане у каждого человека я считаю что в кармане нам ну 300 тенге и деньги которые вообще не принципиальны мы всегда знали о том что нет на самом деле мы сейчас не будем их называть хочет травануться посмотревшую эту программу слава пожалуйста на самом деле все говорят об этом вот вы занимаетесь рекламой наркотических веществ это такое наивное рассуждение уже пора уходить с той позиции что мы знаем больше чем наши дети стоп да больше нас знает google а дети отлично им управляются то есть когда я например там два года назад узнала что тропикамид можно капать в нос и получается эффект lsd трое детей из класса моей дочери скале мы об этом знали при сейчас они больше знают чем мы и вот это вот а идея родителей о том что вы распространяете эту информацию она приведет только к тому что когда их дети начнут употреблять они будут находиться вот в этих понимаешь розовых очках ну что они же про это не знают следовательно и дети про это не знают так вот к травмадову мы всегда знали что его как бы ну героиновые наркоманы со стажем его всегда употребляли для того чтобы в домашних условиях пережить ломку потому что это же как и героин это сильнейший анальгетик но когда у нас вдруг за одну неделю пошло массовое обращение вот именно со стороны родителей подростков понимаешь то есть встал вопрос вообще вы его где берете подсаживать что ты знаешь ну я не я не хочу сказать что кто-то там специально их подсаживать дети в этом возрасте 13 14 15 лет они любопытные когда мы росли до из наркотиков был наша героин да но наша она кому-то там подходит кому-то не подходит кто-то попробовал с кафе эту гадость больше курить никогда не будет героин страшно шприц жгут кровь вена то есть порог страха следовательно я хочу сказать что скорее всего этот порог страха многих из нас и многих из нас он уберег от этого просто было страшно в Алма-Ате с наркотиками особых проблем не было даже в советское время проблем не было подошить было вагоны каких каких хочешь на каждом районе была яма да ты шел и отоваривался то есть вообще а сейчас представь когда вот пошла аптечная наркомания то порога страха нету ночью страшного выпить пять таблеток который ты купил в аптеке даже не страшно не страшно что страшного каплями которые в глаза просто в нос закапать тоже же не страшно то есть когда они например с точки зрения героина да страшные последствия они об этом знают а здесь они понимают последствий поэтому порога страха нет когда начали раскручивать эту ситуацию где вы его берете я например свято верила что в казахстане травмадол как в россии в украине отнесем к списку а к списку наркотических веществ для того чтобы аптека могла их продавать она должна иметь специальную лицензию называется на хранение реализацию наркотических психотропных веществ и прекурсоров получить эту лицензию достаточно сложных даже в нашей стране когда они начали говорить что мы покупаем в аптеке ты представь как бы одну у всех был шок и по большому счету первую контрольную закупку мы ну запланировали просто чтобы проверить их слова что может быть врут потому что ну в любом случае там понимаешь дети как бы могут обманывать и когда мы вместе с журналистами ктк в указанной аптеке причем нам указывали аптеки конкретно рядом с торговыми центрами да он вышел еще в июле этот сюжет и до сих пор торгует это ведь страна не пуганых идиота в данном случае понимаешь и я тебе сейчас дальше расскажу в чем проблема потому что вот сегодня по национальному прошел сюжет с контрольной закупкой травмадола те как много их там же было очевидно да что это не одна такая сволочная аптека вот торгуют очень тяжелым синтетическим опиоидом до синтетическим опиоидом и в смысле новости ктк же все смотрят на то есть но их и чиновники смотрят и как смотри из когда лишь в мае в июле в июле да сегодня на дворе сентябре и мы до сих пор с этим боремся и ты вчера вчера пошла снова в аптеку две аптеки мы вчера нагревала ты на телефон сняла эту контрольную закупку ну как хочу за два с половиной месяца нельзя эту фигню запретить я тебе объясню в чем проблема когда мы начали во всем этом разбираться выяснилось что почему-то я об этом уже говорила чуть ранее выяснилось что термодол в отличие от россии украины не отнесен к списку наркотических средств ночью сложно слава это тебе так кажется что не сложно в в нашем государстве ну покрайней насколько я сейчас понимаю это процесс так или иначе процесс в чем-то бюрократически его надо пройти вот сейчас мы подключили к этой проблеме депутатов они готовят депутатский запрос чтобы вынести его на пленарное какое-то заседание чтобы дальше эта проблема как бы лоббировать но опять же они просят дайте статистику сейчас временно ограничить да вот хотя бы без лицензии вот этих не может потому что он не отнесен к списку наркотических я тебе хуже скажу нет 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 ты знаешь слав вот это вот дон постановление до выяснения обстоятельств ограничить вот этот препарат не в аптеках категории а нельзя не почему потому что мы его сейчас мы поймем то есть нормально что разобраться надо в категориях а у кей торгуете да то есть в других категориях нельзя да когда дона и боя там такого-то года пока мы не разберемся это нормально это никакой крабовый нет ну ты знаешь ты немножко вот как бы сейчас рассуждаешь об этой проблеме потому что у тебя нет всего объема информации потому что два месяца назад я тоже так же думала в чем проблема назад я это посмотрел я видел какой был резонанс на там 30 тысяч просмотров на фейсбуке этой закупки сюжет к тк ну че еще надо то есть ну как еще должна эта общественность реагировать смысле пойти в белых масках у кусклановских следующий шаг это бить витрина куча матерей я сейчас трудом сдерживаю людей вот послушай еще с трудом сдерживаю матерей до которые готовы бить стекла в аптеках потому что какая ситуация никогда выясняют где ребенок берет шума долг а правило это аптеки возле дома они приходят туда к провизору они плачут они показывают фотографию ребенка они просят ему не продавать они стоят на колени да пожалуйста вот этому не продавайте они продолжают ему продавать и вот разговаривая с матерями миссию тольном пить вот одно решение да и одно желаем взять камень и кинуть его в витрину и вот сейчас я сейчас много общаюсь с госструктурами и с минздравом и с алматинским фарм-контролем и с алматинским управлением здравоохранения вот ты не дал мне договорить когда я начала тебя вводить в курс дела дело в том что по какой-то странной случайности травма дом не отнесем к списку а то есть рецепт который на него надо предъявлять да он мало то что он плюшевой это раз это не рецепт за семью печатями понес который вот имеет отношение к списку а то есть этот рецепт достаточно легко падет на наркоман даже на этом как бы но не затронил трудно утруждают себя на рецепт он чё на гербовой бумаге какой-то что ли или как если в списке наркотической туда то есть это спецблан там прям спецбланк понимаешь а здесь получается что рецепт нужен плюшевый раз во вторых хранить этот рецепт аптека обязана только в течение трех месяцев что такое три месяца в рамках большой страны какую проверку ты успеешь провести пе второе как ты можешь вот хорошо допустим по рецептам ужесточили требования к рецептам как ты можешь поймать аптеку только таким методом вот у вас столько-то упаковок пришло вот столько-то рецептов но проблема-то в чё у них же нет трамадола на приходе в базе 1с вот мы когда был сюжет когда мы их конечно без документов вот когда мы хлопнули аптеку сетит обдинор несколько аптек очень приличных одна из них вот который у нас поучаствовал в контрольной закупке это торговый центр ой на ташкентской какой у нас торговый центр не спутник ташкентская максима торговый центр максима мы когда то есть откуда мы берем информацию мне просто люди скидывают его в личку составляем список этот список проверяем мы когда ехали к максиме у меня было прям у нас есть группа волонтеров я и за несколько закупщиков потому что тебе трамадол не продадут мне трамадол не продадут даже если мы с рецептом будем ну потому что вот смотри то о чем я всегда пишу и говорю то есть вот если ты придешь с рецептом те трамадол должны продать по цене до 300 тенге упаковку в упаковке 2 зачем ты пришел ко мне с рецептом я тискал трамадола нет следом за тобой зашел наркоман до или зашел подросток я ему продала блистер за 600 тенге ты пришли какие деньги это кажется писала там по 1000 тенге были в центральной аптеке в городе по 1000 тенге так вот ты меня постоянно сбиваешь смысле которую я начинаю рассказывать так вот когда мы подъезжали к максиме сеть обдинор внутри торгового центра приличная аптека с хорошим ассортиментом у меня сейчас на были сомнения понимаешь что не ну здесь точно трамадолом не торгую и когда очередь несколько человек понимаешь мои два тайных покупателя я и она спокойно подросткам продает трамадол вот здесь я уже поняла что блина нет иллюзий так вот в чем проблема то основная повторюсь он не отнесен к списку а раз во вторых рецепты на него аптека может не хранить так вот а ну нет на самом деле как бы там я не хочу сейчас рассуждать насчет рецептов я тебе к другому говорю о том что она не смогла в максиме нам выбить чек когда его требовал потому что не в базе его нету понимаешь они его в черную получают они его в черную продают теперь представляем да вот сейчас я получила ответ от фармаконтроля где написано что по результатам нашей проверки там 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 трамадола не выявлено в аптеках это то о чем мы говорили тогда с майорой сельгазиевной в акимате и она прям сама озвучила то ли наши проверки ничего не дадут мы как выяснилось фармконтроль никаких полномочий не имеет проводить тайного покупателя как мы они не имеют права потому что это классифицируется в нашей стране как следственно-розыскная деятельность это только да это только мвд проводить внеплановые проверки они не неожиданны они не имеют права во первых пять лет был мораторий на проверку мсб мы таким образом как бы поддержали мсб аптеке мсб поэтому эти пять лет пять лет они трое ну утворили что хотели сейчас внеплановую проверку на самом деле там ну представьтесь это аптека там по двадцать тысяч долларов в месяц зарабатывает вот на этом контрабандном этом это вполне серьезные деньги если у тебя 10 аптек так это 200 тысяч долларов это можно и без вести пропасть нет но это нормальный вопрос тебе и фейсбуке часто спрашивают я всегда на это вопрос отшучиваюсь я сейчас пока делаю то что я делаю страст ни о чем не думать так вот понимаешь во первых мораторий был во-вторых внеплановых проверок они провести не могут да они могут только плановую то есть здравствуйте вячеслав такого-то числа мы у вас будем искать травмадол вячеслав к этому моменту весь травмадол из аптеки вывез здравствуйте проверка хлебом солью встретил в том-то и дел плюс по как бы по правилам да то есть она может этот травмадол схватить засунуть личную сумку а ни одна проверка не имеет права проверять личные вещи сотрудников понимаешь то есть и вот 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 в этом сейчас основная проблема то есть по нашим всем заявлениям фармконтроль ходит но ничего не находит нет нет это будет вот еще раз это будет уголовно наказуемым делом только его внесут список наркотических вот тогда да тогда это общественность начинает на в тоже фейсбуке вот комментаторы да то есть ну там типа должно садить тому нельзя понимаешь но нет закон такого вот куда смотрит у б н до у б н бы и рады этим заняться но это не в их компетенции потому что они занимаются только наркотическими веществами а травмадол в казахстане к наркотическим веществам не отнесен сейчас еще большая проблема их могут штрафовать вот как мы говорили опять же с фармконтролем мы приходим мы пытаемся что хочешь найти вот хотя бы что то чтобы вот хотя бы на что-то оштрафовать то есть смотрим любые нарушения мы не только травмадол ищем то здесь к что фармконтроль бездействует нет сказать им что министерство здравоохранения бездействует в остане нет вопрос в том что полномочий для того чтобы навести порядок ну вот сейчас там взять сигарет от отзывать лицензии не имеют права они отзывать лицензии вот и сейчас как раз таки идет работа о том чтобы внести его в список наркотических вещей то есть работа идет двумя направлениям тут мы держим аптеки в страхе то есть пока его внесут список наркотических мы в любом случае будем проводить эти рейды понимаешь потому что они же их держишь страхи то есть вот когда допустим это у тебя должен быть чтобы вот им реально стало страшно это у тебя раз в неделю должен быть сюжет выходить на национальном канале вот и ну фейсбук ты нормально да как бы это ну тоже там извини ты 1 месяц да там это нет у нас есть механизм я не буду сейчас о нем говорить у нас есть механизм когда как это все делать то есть мы в данном случае мы обязаны как бы ну сейчас должны для того чтобы действительно порядок да родители спокойно спали то есть и аптеки как-то контролировать и педали туда этот вопрос чтобы отнесли к списку наркотических то сейчас и работа идет в этих двух направлениях мало кто ну как мало кто знает все знают то есть вот оля агапова я почему говорю что это страшный человек как бы в таком смысле да ты же и астану по моему довела до полной истерики да ну серстаны дам плавали это просто я к чему это говорит смотри это же интересно да то есть вот цель астаной там я не помню фабу то ли самолет не вовремя прилетел не у нас там была такая история что мы на 72 часа застряли в каулумпуре оля на 72 часа застряла в каулумпуре после этого у национального перевозчика у него начался двухмесячный ад справедливости ради оля мне в частной беседе призналась что от не бывает только с одной стороны от был ли у неё да то есть оля бросила всю работу да и занималась только и разогналась перепиской ростаны но фишки то есть интересная вещь что одна маленькая слабая девушка да вот умудрилась равно как это эффект соцсетей нет слава это не как бы не моя заслуга это сейчас вот надо всем понимать два месяца газовать в одну точку понимаешь это не занимаясь не работой не семьей не дитями тоже не каждый человек может и вот не надо это понятно что это эффект соцсетей что это у людей поскольку он монополист да у людей там много чего накипела но когда я растана начала совершать пиар ошибки мы уже отрабатывали это как кейс по пиару понимаешь потому что на самом деле результат да вот результат того противостояния был по крайней мере вот этот вот самолет который у них постоянно ломался его убрали да его больше нет и посмотреть последнее время да то есть нельзя сказать что там там население стало довольны и ростаной но нет претензий по технике безопасности полета все претензии сейчас пошли по сервису в основном ты вот ты вот чего ты смотри ты три месяца тут я у тебя это было вендетта понимаешь целом не в нем на минуточку просто национальным авиаперевозчиком очка бог понимаешь ты пошла там лук тебе просрочены дали то вот сейчас по не понимаешь что у тебя у тебя сейчас целое не знаю ты сейчас у меня этот надо псевдоним уже брать ольга кота не да там нету не понимаешь что в таких объемах да то есть вот этим тормозом да то есть это большой ну просто если сейчас этим не заняться это будет точно такое же как было в украине в 2008 году как сейчас у вас это вот вот этого марк падающая там фарма фармацевт который типа на свой страх и риск ну как настроить на свой страх и кто-то же припер его нет фармацевты провизоры вот это опять же вот мнение соцсетей провизоры в курсе могут быть не в курсе руководители аптек вот здесь да вот здесь можно сказать что владелец аптеки может быть не в курсе что происходит да 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 но я не верю в то что есть злой владелец аптеки который провизора с очень четкими моральными ценностями заставляет их нарушать понимаешь то есть когда все горит вот жалко провизора вот ее хозяин аптеки заставить во-первых у каждого человека есть выбор заставить что-либо невозможно сделать если ну то есть как бы если здесь какие-то моральные принципы что способно тебя заставить их нарушить 600 тенге без моральных принципов даже вот мы сейчас вот давай их уберем это безусловно очень важно мне кажется все-таки владельцу аптеки есть чуть-чуть да там не та цена вопроса чтобы он сильно ну что она там ну продала нам я не знаю на 30 вот этих там упаковок одну конкретную провизор что 300 тысяч тенге это неплохой дешев но для владельца крупной аптеки это ничего с другой стороны штраф сейчас который за это существует это сто семьдесят одна тысяч тенге а представь если оборот аптеки на трамадоле 2 миллиона в месяц то сто восемьдесят одна тысяч тенге до семечки включить сразу в затраты закуп трамадола штраф фармконтролью зарплата налоги может увеличить штраф мужчина не может ну сделай там восемьсот тысяч ты же понимаешь что в стране не может такого что одно министерство есть же процедуры которые необходимы для чего-либо пройти понимаешь вот тем более но я знаю другое помимо того что есть по образованию гражданин этой страны у нас если скажут что нельзя громко и нормально будет нельзя вот это вот это на самом деле как бы и есть такой наш замысел то есть мы сейчас как бы ну во первых там мы работаем с фармконтролем с управлением здравоохранения с департамент с этим с минздравом сейчас мы вышли на депутатов они готовят я говорила уже об этом депутатский запрос но там тоже знаешь такая фишка дайте статистику да нет статистики в казахстане нужны какие-то кровавые факты ну как как где их возьму вам кровавые факты нет факты нужны о том что вот ну вот дети массово от этого гибнут ну давайте доведем ситуацию до того когда дети начнут действительно массово гибнуть от этого на улице для того чтобы получить статистику сошлись на том что мы дадим статистику по украине и россии как показательно тем более мы все равно этих соседей своих каким-то образом равняется ну а следующий как бы шаг это письмо президенту о том что ну блин больше писать некому наведите порядок скажите им всем чтобы они вот так вот сделали понимаешь потому что на самом деле слова я те вот эти еще одну сейчас мысль расскажу то есть есть два таких очень важных аспекта во всей этой истории журналисты тебя не тягают на программы телевизионный журналистов сотрудничестве многие кто про это пишут я сама нет я не даю но у меня как-то и не звали на интервью на эту тему то есть все буквами нет мы сейчас в основном как бы только вот к т.к. до к т.к. мы меня так часто перебил перебиваешь у меня уже эта кукушка нормальная ну классно значит и с нами теперь уже двое детей в нижней кошки понимаешь то есть это 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 в смысле вот как у меня как раз дети не дай бог в этом возрасте вот старше мне 14 лет но я кстати с ней веду беседы что я буду не ягу из чужих рук никакой напитки вообще не пить никогда никогда не таблетки не брать никакие капельки не брать никаких таблетки не это при виде шприца убегать вот просто вот лиц это часто страшнее ну я вообще и вот я и так вот дочь моя точно знаю что не нужно брать ни у кого таблетки не у кентов ни у кого просто их нельзя брать нельзя алкоголь пить с непонятными людьми вообще никогда нельзя ну я вот тут начинаю уже и гравировку вот эту в голове я и вообще хочу вытащить как-нибудь на ломку наркоманскую полюбопытство ну это мой очень жесткая самом деле наверное вмешательство психику ребенка и абсолютно неэффективная думаешь абсолютно не думаю знаю слав видел знаешь мне запомнилось прям сильно понимаешь когда там позвоночник в другую сторону выгибается весь блин обосранный облеван ты же не стал пить алкоголь не перестал алкоголь перестал ну понятно но на тот же момент ты же не отказался ни от какого вещества не колю слава тебе правильно правильно вот знаешь как работают эти пугалки то есть мы же много занимаемся вот именно такой профилактическая работа вот именно фонд в прошлом году мы работали со школами то есть у нас был грант и наша задача была обучить вот именно школьных психологов работе с подростками как ну как профилактика зависимости профилактика употребления так вот смотри очень люди когда говорят что надо детей пугать это говорит о том что это люди дилетанты абсолютно понимаешь то есть приходит человек и говорит вот и будешь наркоманом вот посмотри на эту картинку ты умрешь вот такой мучительной смерти там там смертью да там где отпали от отвалятся руки ноги рядом сидит сережа который курит траву и не умирает там через два ряда ряда сидит серик который он вчера таблетки жиров живой же понимаешь да понимаешь вот эти страшилки они им не верят почему потому что у них уже есть круг общения в котором это не работает никто же не умер ни у кого же руки и ноги заживо не сгнили а самая эффективная профилактика среди детей да именно алкоголизм и наркомании это формирование личности исключительно понимаешь вопрос подожди стоп формирование ты не дал мне опять договорить до конца и не смотри на часы ты сам завел эту тему нет скажу два лишних слова и оля организуются против меня крестовый поход это это не дай бог если у него просто запомнить вот это лицо привозить ее вовремя на самолетах вот в ресторанах давайте и нормальную еду по возможно но это вижу как мы подкололи друг друга можем продолжать дальше тут вопрос в том что не несколько формирование личности сколько формирования жизненных навыков понимаешь то есть мы разработали специальный тренинг который стану как бы вот курс который состоит из 18 занятий каждый ребенок эти 18 занятий должен пройти когда его учат коммуникации потому что иногда ребенок начинает пить в компании да или что-то употреблять потому что ему нужно он не умеет коммуницировать понимаешь вот допустим там в программе есть тренинг по коммуникации есть тренинг по чувствам поругался с девушкой пошел напился когда ему объясняешь какие чувства и эмоции он переживает да то тогда уже потребности уходить от этих чувств у ребенка уже нет и только где-то там на двенадцатом тринадцатом занятии причем занятий идут полутора часовые понимаешь ему рассказывается про алкоголизм наркоманию какие бывают последствия то есть нельзя на этом делать акцент акцент идет на формирование жизненных навыков как коммуницировать как переживать ссоры как держать стресс как держать давление со стороны сверстников я тебе хочу сказать да что вы охреновая мать я не могу сама этому детей обучить и я считаю что только чек с психологическим образованием знает как этому обучить правильно у тебя уже насколько знаю дети приемные но у нас одна девочка ты хочешь об этом поговорить знаешь я считаю вот то о чем мы говорили 20 минут вот до этого об этом надо говорить мне учат реально фигово от этого я просто видел много то есть я эту проблему да я вижу глубже гораздо чем вот это эфирной версии потому что мы у меня на много друзей наркоманов умерла у меня вот девочка абсолютно изумительная была знакомая то есть она вот тут просто это умница вот светлый человечек понимаешь умерла передозировки и и и и подсадили понимаешь я видел да ладно умерла это это трагедия все я видел вот чувствую происходило деградацию личности это наблюдал когда она ворова там когда у меня деньги воровала понимаешь когда подводила меня всяко-разно да там ну то есть это ну на самом деле это огромная вообще трагедия потому что там понимаешь расчет что часть картинка какая а вот они незаконно торгуют там наркотиками но это а незаконно торгуют наркотиками а там вот эти еще десять серий очень страшного вот этого художественного фильма понимаешь и не тарантиновского да там когда два гопника там красиво шаранулись там это не одно совсем то там ужас там эта трагедия но я просто вот такая мало семей в козе которых будет так или иначе это не классно вас понимаешь там или алкоголизм или наркомания мы же мы же вообще ни разу инопланетяне а про детей про то что вот ты ребеночку то взяла да то есть это я считаю тоже говорить надо почему потому что ну странно да вот что у нас стране детские дома до сих пор есть ведь логика там несложная разобрали все детишек можно разобрать за месяц ну ты знаешь тема детских домов это больше тема оруженца и не то есть я здесь не эксперт абсолютно то есть у нас было такое решение вообще в принципе не я если честно об этом пишу только в фейсбуке и изредка чтобы не пиариться на этой теме тут я тебе это корректировку унесу да ты когда только в фейсбуке написала ты приравняет а пожалуйста публикации на тенге нью да на главной странице почему потому что как только ты написала в фейсбуке де-факто ты открыла эту информацию и любой журналист ссылкой на аккаунт без моего разрешения не поэтому я очень-очень-очень радуюсь что у нас вот кто-то не боится выходить из этой зоны комфортно это на самом деле иллюзия я же не одна ты понимаешь у нас есть целая группа людей которые просто не такие публичные как я пойми но нужно я уверен что уже она тоже не 1 данного жан это флаг это знамя да то есть если ты со временем станешь вот этим штандартом человеком который поможет но я не знаю там хоть на 20 процентов да там уменьшить наркоманию в этой стране на то есть ну блин я не знаю я пойду ну пойду в ноги как-нибудь поклонить попозже это очень круто то есть это же ты что это это вот из этой оперы собирайте награды на небесах здесь тут то что будет много по телевизору потому что неинтересно вот я знаешь я тебе желаю прям всяческих успехов потому что я буду замах вообще прям это я тягу это крест одну ты будешь с тобой сила заблоков спасибо тебе нервы давай дело хорошее вообще тебе в твоей замечательной семье счастья удачи вот по бизнесу я не переживаю потому что ну есть люди которые умеют это делать и которые не умеют и вот точно в той категории в которой первое поэтому всяческих успехов спасибо что пришла а на твоем вот этом последнем поприще понимаешь это даже не журнал кенгуру понимаешь да тут беременная святое такое не аж на и мимимишная линию одежды сделала мы еще не говорили вот про олю коротенько надо серии 4 записывать но вот это уже это это уже такая вот прям очень это и вот слава богу что человек те такое встретился тоже . человек привет я передам хорошо на счет влиять давайте дай бог спасибо спасибо тебе